Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. И я сегодня хотел бы Вам рассказать о таком замечательном формате Воктан Стэнделон ОРБХ. Он также поддерживается всеми интеграциями. То есть Cinema 4D, Maya, 3ds Max и т.д. Ставим палец вверх. Пишем комментарии. Подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. ОРБХ это универсальный формат, который позволяет экспортировать абсолютно все в специальный контейнер. Который можно открыть в любой из интеграций. Это может быть анимация, модели, текстуры, освещение и т.д. Очень часто у меня возникает ситуация, когда я что-то делаю в Maya. Но для Environment мне нравится использовать Forest Park в 3ds Max. И ОРБХ формат меня впечатлил тем, что всю настроенную траву, деревья и остальные скеттер объекты можно экспортировать в Maya или другую программу. Также Вы можете открывать любые сцены из Октан Стэнделон, например в том же 3ds Max. Так как они тоже заграняются в ОРБХ формат. Для продолжения урока Вам понадобится Octane Bench. Поэтому качаем его на сайте Atoy. И открываем файл benchmark.orbx.voktan.standalone. Я думаю, Вы уже видели эти сцены в моем предыдущем видео с тестом NVIDIA RTX. В этом файле лежат разные сцены с разными методами рендера. Так вот, каждую из этих сцены Вы можете экспортировать в любой 3D пакет. Как раз в этом уроке я покажу, как делать универсальные сцены с помощью данного формата. Которые сможет открыть любой юзер, имеющий Октан Стэнделон или любой другой плагин для 3D пакетов. При этом Вы можете использовать любые плагины в 3ds Max, Maya и так далее. А на стороне юзера их не обязательно устанавливать. Он сможет все это отрендерить с помощью РБХ формата. Сначала поговорим о том, как экспортировать данный интерьер и открыть его в 3ds Max. После чего поговорим об экспорте в Forest Park в Maya и о том, как экспортировать в Phoenix FD симуляцию со всей анимацией. Да, у РБХ это магический формат и я думаю, Вы помните ежика с того же RTX ролика. Так вот, он был создан в 3ds Max, использовались в Forest Park и Ornatrix. Также HDRI и Setup освещения. И это все прекрасно экспортировалось и открылось в Oktan Standalone. Итак, чтобы экспортировать интерьер из бенчмарк файлов 3ds Max. Для начала открываем этот самый бенчмарк ОРБХ. Затем удаляем лишние сцены, так как в них нет необходимости. В итоге у Вас останется одна сцена с разными пресетами рендера. Далее все очень просто. Сохраняем данную сцену в отдельный файл с помощью меню File Save As. После чего открываем 3ds Max. В Units обязательно выбираем сантиметры или миллиметры, чтобы избежать многих проблем. Главное, чтобы у Вас была метрическая система, а не какая-нибудь другая из предложенных в 3ds Max. Теперь, чтобы импортировать ОРБХ, Вам нужно зайти в объекты Standard Primitives, поменять на Oktan и выбрать ОРБХ Proxy. После того, как Вы выбрали данный объект, помещаем его в любую часть сцены. В итоге у Вас появится такой бокс с надписью ORBX. Я думаю, Вы уже видели его в моем тесте с NVIDIA RTX. С помощью этого примитива, Вы можете загружать любые ОРБХ файлы. Для того, чтобы импортировать такой файл, нажимаем на надпись ORBX File. Итак, сцена с интерьером импортирована. Теперь нужно выбрать Oktan Render в списке рендеров. В данном уроке, я использую версию 2018.1 RC6. И сразу хочу сказать, что версии Oktan обязательно должны совпадать. То есть, если у Вас Standalone 2018.1, то и в 3ds Max должна быть такая же версия. Теперь давайте посмотрим, что получается в Oktan Viewport. Итак, мы видим интерьер. Но единственное, что Вам еще нужно сделать, это создать солнечную или HDRI систему освещения. Так как иначе, интерьер будет со стандартной. Просто этот формат для 3ds Max еще в разработке и не все источники импортируются. Также, для удобства навигации, я обычно задаю размеры близкие к реальным. Можно даже постараться с помощью интерактива вычислить эти размеры. Запускаем интерактив. Кликаем на иконку адаптации размера рендера под размер окна, чтобы было удобнее. И приступаем к вычислению масштаба с помощью обычного бокса. После чего копируем эти параметры в настройке ORBX. Далее создаем Oktan камеру и навигация в Stenis станет намного удобнее. Кстати, не всегда совпадают размеры. Поэтому блокируем камеру в Oktan Viewport. И на виде сверху настраиваем таким образом, чтобы Вы видели нужный ракурс. И конечно же, давайте добавим в Солнечную систему освещения. Продолжение следует... Наконец-то у нас появилось нормальное освещение. Теперь можно подумать о изменениях каких-то параметров сцены. Например, сместить какие-то из объектов. Допустим, Вам хочется переставить данный цветок. Или передвинуть столик и внести еще какие-то изменения. Все делается достаточно просто. Возвращаемся в Oktan Standalone. Открываем этот ORBX файл. И заходим в подобъект Interior Scenes. А затем Geometry Group Live in Room, чтобы приступить к редактированию объектов. Но прежде чем приступать к редактированию, нам нужно включить интерактивный рендер. Для этого переходим на главную вкладку и кликаем на данную ноду. Затем возвращаемся в Live in Room и теперь можно сдвинуть данный цветок, куда захотите. И немного передвинем данный столик. Мне еще хочется немного повернуть лампу и я думаю, что этих изменений будет достаточно для урока. И теперь задача перенести их в ORBX файл в 3ds Max. Все изменения сохраняем через файл Save As тот ORBX файл, который используем в 3ds Max. Возвращаемся в него. Обновляем ORBX. И видим все изменения, которые мы делали в Oktan Standalone. Если вдруг Вы не видите никаких изменений, сделайте rebuild сцены с помощью данной иконки. Таким образом, Вы увидите сдвинутый цветок, повернутую лампу и столик на новом месте. Я думаю, теперь как работать с ORBX в 3ds Max, Вы уже знаете. А дальше я хочу показать еще одну магию этого формата. Когда мы без проблем загрузим сцену с Forest Pack в Maya или Oktan Standalone. Учитывая тот момент, что в них нет этого плагина. Делаем Reset сцены и приступаем к созданию Forest Pack объекта. Итак, создаем Plane 10х10 метров. На панели Forest Pack кликаем на данную иконку, затем на наш Plane, чтобы создать Forest Pack объект. Затем, переходим в настройки с помощью данной иконки. После чего, выбираем библиотеку пресетов. В библиотеке достаточно много пресетов для Вашего разнообразного творчества. Пресетов для материалов я выберу такое поле и в пресете для материалов, я выделяю Octane Render. Конечно же, есть автоматический селектор. Но для моего спокойствия души, выбираю Octane, чтобы 100% быть уверенным, что все будет рендериться без проблем. Как только Вы кликните два раза на данный пресет, у Вас будет автоматически создан данный объект со всеми настройками. Теперь осталось добавить освещение, чтобы посмотреть, что получается на рендере. В итоге, мы имеем такое поле с красивыми цветами. И теперь вопрос. Как же экспортировать данное поле в Octane Standalone или Maya? Мы же все помним, что для них нет Forest Pack плагина. Ответ достаточно прост. Это формат ORBX и его магические особенности. Естественно, Вы можете экспортировать это все дело и в другие редакторы. Как тот же Cinema 4D, Houdini и так далее. Просто я в своем уроке хочу показать именно Maya и Standalone. Чтобы экспортировать Forest Pack объект в другие 3D редакторы, которые поддерживают Octane. Переходим в настройки рендера. Затем выбираем вкладку Tools. И здесь есть вкладка Octane Export. Которая позволяет настроить экспорт в ORBX. В Export Location указываем путь к папке, в которую хотим экспортировать данный файл. После чего нажимаем на кнопку Export. Теперь можно открыть этот файл в Octane Standalone и в любом из 3D редакторов. Я напомню, что так выглядит сцена в 3ds Max. И то же самое Вы увидите в Octane Standalone. Достаточно открыть этот файл и нажать на ноду Send Rendered Target. Все настройки освещения, камеры и так далее, отлично экспортировались. При желании, можно поменять ракурс и сделать какие-нибудь настройки в Octane Standalone. А теперь давайте попробуем импортировать данный файл в Maya. В Maya все достаточно просто. Кликаем на меню Octane и выбираем ORBX Proxy. Затем открываем настройки рендера и выбираем Octane. В настройках Octane Render активируем Kernel и Environment. В вкладке Render Settings. Затем переходим в настройки Environment с помощью данной кнопки. Type Daylight Environment и в одноименной вкладке нужно выбрать Daylight System. Теперь импортируем ORBX файл и запустим EPR. И что мы видим? В Maya все рендерится без каких-либо проблем. При этом, мы же все помним, что в Maya нет Forest Park плагина. Если Вам мешает сетка, просто открываем Hotbox и в меню Display выключаем Grid. Hotbox открывается нажатием клавиши пробел. Если Вы хотите поменять настройки DOP, просто выбираем камеру и в вкладке Octane меняем значение Aperture. Продолжение следует... При желании, можно также зайти в настройки Octane Sun & Sky и поменять время суток. Да и любые другие параметры. Все настройки Octane Render работают прекрасно, так как ORBX его же родной формат. Теперь Вы знаете, как быстро рендерить траву или поля с деревьями в Maya. Не имея при этом Forest Park и не заморачиваясь с стандартным Mesh Scatter. Опять же, в 3ds Max все так же прекрасно работает с ORBX. То же самое касается и других плагинов. Например, если Вы хотите экспортировать волосы в тот же Standalone. Для этого выбираем стандартный 4ball preset в Ornatrix, чтобы создать волосяной шарик. Для оптимизации viewport оставим 1%. Hair from Guides. В Edit Guides выбираем расческу и расчесываем таким образом. Сейчас форма прически не сильно важна. Назначаем клампинг, чтобы результат был интереснее. А в настройках Octane, обязательно выбираем Pure Object для опции Notify Object on Render. Для волос в Octane Properties включаем опцию Use Render Mode. Теперь проверим, как выглядит данный объект на рендере. Сделаем еще некоторые настройки в Ornatrix и добавим модификаторы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вместо Change Width назначаем Render Settings. Так как данный модификатор не работает в Octane. Я думаю, такого результата будет достаточно для урока. Теперь давайте назначим Octane Universal красного цвета. И приступим к экспорту данного объекта. Снова идем в Render Settings, Tools и экспортируем в RBX. Открываем Octane Standalone и проверяем, работают ли волосы без Ornatrix плагина. Та-дам! Как видите, все работает прекрасно. Открываем Maya и... В ней тоже все работает. Но это еще не вся магия данного формата. Теперь давайте поговорим об экспорте симуляции в Phonix FD. Я использую стандартный пресет взрыва, назначенный на обычный чайник. Два стандартных Octane Light. Пресет назначается очень просто. Выбираем объект. Затем кликаем на данный пресет. После чего на Phonix FD Fire назначаем Octane Volume. Затем обязательно сохраняем симуляцию в VDB-формат, чтобы использовать его в Octane Volume. Создается он тоже очень просто. Заходим в категорию Octane в объектах и выбираем Volume. Данное видео не о волюметриках, но о них мы обязательно поговорим в отдельном уроке. Чтобы сохранить симуляцию в VDB-формат, вам нужно в настройках Phonix FD объектов, в вкладке Output, указать путь и выбрать VDB-формат. В итоге, вы получите такую симуляцию, на которую нужно назначить Octane Volume, как я уже сказал ранее. В Medium загружаем Volume-Medium и обращаем внимание на данные параметры. Проводим с ними эксперименты, чтобы получить нужный результат. Также в слоты Emission и Emission Ramp загружаем данные текстуры с такими настройками. В данном случае, просто повторяем их, так как здесь я не собираюсь подробно рассказывать о каждой. Задача экспортировать анимацию. Вы можете экспортировать обычную, без волюметриков. Я же хочу показать их, чтобы было интереснее. Так как Phonix FD тоже нет в Standalone. Настройки Octane Volume выглядят таким образом. После того, как вы сохранили симуляцию в VDB-формат, в Octane Volume объект загружаем ее и делаем такие настройки. В итоге, выключив Phonix FD-объект и оставив Octane Volume, вы должны получить такой взрыв. Теперь задача его экспортировать в RBX. Кстати, настройки потом можно будет менять в любом из 3D-редакторов. RBX дает вам такую возможность. Поэтому, обычно на начальном этапе я не трачу много времени на них. Чтобы экспортировать Octane Volume в RBX, опять же, идем в Tools и я думаю, вы уже знаете, что делать. Единственное, не забудьте включить опцию Animation и настроить количество фреймов. В итоге, у вас появится информация об успешном экспорте всех фреймов в данной области. Теперь открываем Standalone и проверяем, что получается. Как можете заметить, все экспортировалось. Я напомню, что в Standalone нет Phonix FD-плагина. Если вам не нравится результат, который получается, как я и говорил, можно всегда зайти в настройки и поэкспериментировать с ними. Подробно же о них поговорим в отдельном уроке. А теперь давайте посмотрим, что получается в Maya. Выбираем Octane Render. Переходим в одноименную вкладку, спускаемся вниз и сразу же выключаем опцию Unpacked UrbanX Resources. И в Render Settings создаем все объекты. В Environment делаем такие настройки. Затем загружаем ARBX файл с симуляцией. Запускаем IPR и видим, что все загрузилось как нужно. Чтобы внести изменения в материалы и так далее, Вы можете нажать на Edit в настройках ARBX файла. Например, мне не нравится пересвет с кеттеринга. Для этого я сделаю данный источник света тусклее. Или допустим, Вы хотите сделать гораздо меньше плотность дыма. Для этого выбираем ноду Octane Volume и уменьшаем значение параметра Density. Или наоборот делаем его больше. Или например, Вы хотите поменять цвет огня и сделать его зеленым. В фиолетовом и так далее. Я думаю, что Вам уже понятно, что все работает как нужно и у ARBX это очень мощный формат, позволяющий творить магию. Это все, что я хотел рассказать о данном формате. Следующий урок будет об импорте Substance Painter материалов. И естественно, поговорим о волюметриках и других интересных возможностях Octane Render. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok